Привет! С вами Людмила Семененко и я продолжаю свою реалити, худею после 50 до своего идеального веса. Ну, надеюсь, это еще не признак статческого слабоумия, но решила я с 62 кг похудеть до 57. То есть вернуться к весу своего комфорта, который был у меня дважды в моей жизни, сразу после выпускного, и держался там месяц-два примерно, и где-то в промежутке 37-40 лет я весила вот где-то так, меньше 60 кг. Потом чуть-чуть набрала и оставалась в весе физиологической нормы, но не в весе своего идеального комфорта. Сейчас мне захотелось к нему вернуться, и главное, я чувствую для этого моральные, что называется, силы. Почему? Потому что, ну, просто потому, не буду вдаваться в психологические подробности. Сегодня о другом вам хотела рассказать, о природе привесов. Как разбираться, что происходит с вашим весом, вы действительно начинаете снова поправляться, или произошел какой-то временный отскок вверх. Почему именно сейчас я об этом буду вам рассказывать? Потому что, ну, если вы за мной наблюдаете, то видите, что за последние 3 дня у меня произошел значительный привес, где-то 700 граммов для моего нынешнего веса и того, что я с собой пытаюсь делать, то есть я стараюсь похудеть, а это все-таки существенный привес, 700 граммов. Хотя в пределах естественных колебаний. Так вот, почему я, в принципе, не переживаю? Потому что, вот последние как раз 3 дня у меня, меня терзала головная боль, то слабее, то сильнее. И, собственно, из-за этого я вчера не записывала видео, чтобы не наводить на вас тоску своим кислым видом. Сегодня со мной все в порядке. Я прямо счастлива. Если у вас бывают головные боли, вы знаете, что когда это заканчивается, это просто счастье. Обычно, когда у меня случается полномасштабный приступ мигрени, я могу день или два вообще практически ничего не есть. Просто потому, что не могу физически. В этот раз было не так. Приступа не было, но головная боль так долбила, что мама не горюй. И при этом аппетит и голод никуда не делся. То есть, я по-прежнему хотела есть. И я хотела есть больше овощей и фруктов, причем кисленьких салатиков. Вместо чая мне хотелось кефира с ряженкой чаще. Ну, не всегда, но чаще. И плюс мне хотелось больше черного хлеба. Я в этом себе не отказывала, потому что иначе бы я вообще хреново себя чувствовала. Организм этого требовал, и я ему это дала. По объему еды было больше. По калорийности, наверное, тоже больше, но несущественно. Скорее всего, я просто или совсем убрала дефицит калорий из своего рациона на эти дни, или он был совсем незначительный. Но объема еды стало больше, а значит, прибавилось объема в моем желудочно-кишечном тракте, что называется. Обратите внимание, всегда, когда вы начинаете худеть, снижая объем своей еды, то есть, неважно, на диету вы садитесь или просто уменьшаете порции, в первые примерно 7-10 дней происходит то, что уменьшается содержимое вашего желудочно-кишечного тракта. То есть, одномоментно еды переваривается меньше. И поэтому 1 или 2 даже килограмма, а может быть даже и больше у кого-то из тех, что вы теряете в первые 7-10 дней похудения, это всегда просто содержимое вашего кишечника. Это не уменьшение вашей жировой прослойки. Имейте это в виду. И вот именно сейчас, в эти дни, я в этом уверена практически на 100%, просто увеличился объем того, что переваривает мой организм в среднем. Поэтому произошел вот такой технологический отскок вверх. Почему я в этом уверена? На 100% просто потому, что физически я не чувствовала в эти дни переедания. То есть, я ела только для того, чтобы утолить свой физический голод. Я не заедала тошноту, как это было у меня в первую беременность. Я тогда набрала очень много. Я не ела много сладкого, не больше, чем в последнее время. А именно сладкое дает ложное ощущение вам. Вы можете, вам будет казаться, что вы не переедаете. А калории при этом вы перебираете очень много и вес набирается очень быстро. Это то есть, например, вы к своему обычному нормальному рациону съедаете еще одну шоколадку. Ну, согласитесь, когда съедаешь одну шоколадку, ты не почувствуешь себя обожравшимся. Нет, ты просто не почувствуешь эти калории. То же самое жидкие калории. Вы выпьете бутылку Кока-Колы, вы не будете чувствовать себя обожравшись. Вы уже через полчаса будете голодны. А калорий при этом потребите много. То есть, мораль все та же. Следим за тем, что у вас на тарелке. А не за тем, как колеблется стрелка весов. Ну, хотя, конечно, на весы тоже обращаем внимание. Но делаем правильные выводы. Правильно понимаем, что с нами происходит. Сегодня я чувствую себя нормально. И я понимаю, что я могу уже вернуться к меньшему объему пищи. Без ущерба для самочувствия. И даже буду чувствовать себя лучше. С меньшим объемом теперь. И посмотрим, что будет дальше с весом. Уже чисто оправдаются мои предположения или нет. Покажет время. Движемся дальше. Хорошего дня. И до завтра. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.